Девушки отдыхают Незаконное усыновление детей из родильных домов началось еще в 70-х годах. Грузия столкнулась с последствиями многолетней практики усыновления детей на черном рынке. Может, это прозвучит безумно, но я хочу выяснить, на самом ли деле наши братья умерли. Считается, что были украдены десятки тысяч младенцев, некоторые совсем недавно, в середине двухтысячных. Много – это сколько? Тысяча? Десять тысяч? Много. Трудно представить, сколько. Она просто мне сказала, мы тебя украли. 44 года этот чемодан пролежал в земле. Когда мы его открыли, не знали смеяться или плакать. Они должны знать, что их украли. Кому-то удалось найти свои семьи. Я написала ей первой. Как же долго я тебя искала. Но многие все еще борются за справедливость. Сила в единстве. Как-то я проснулась и решила, что хочу сделать пирсинг. Видео попало в ТикТок, а через неделю подруга написала мне, «Тебя ищет одна девушка». Вы похожи, как две капли воды. Какого черта? Кто она? Я попросила показать мне ее на Фейсбуке. Осознание всего этого вызывает поистине невероятные чувства. У меня было счастливое детство, полное веселья и любви. Но были и трудные времена, потому что моя семья – беженцы из Абхазии. Мы в десятером жили в маленькой комнатке, спали на матрасах. Случалось, у нас даже хлеба не было. Танцы всегда были для меня своего рода терапией, даже когда мне было шесть. Но все детство у меня было ощущение, что мне кого-то не хватает. Я танцевала, у меня были друзья, семья. Все было идеально, и все же что-то меня беспокоило. Одна из моих подруг прислала мне видео Эми в Тик-Токе. В какой-то момент мне показалось, что я смотрю на себя. Я решила, что должна найти эту девушку, ведь мы так похожи друг на друга. Решила и нашла. Эми написала мне в Фейсбуке. Я написала ей первой. Я искала тебя. И она ответила, а я тебя. Я поднималась по эскалатору, а сердце так и выпрыгивало из груди. Боже мой! Я что, смотрю в зеркало? Это сон? Кто-нибудь, ущипните меня. Просто копия. Одинаковые лица, голоса. Я такая, можно я тебя обниму? А она этого не любит, но тоже обняла. А потом мы сделали пару фотографий, и я выложила их в Фейсбук. Потом мне написала «Мамина подруга». Ты нашла свою сестру? А я... Что? Кого? Какую сестру? Эми и Ано не единственные, кто узнал невероятную правду о своем прошлом. Вот это мое старое свидетельство о рождении, где написано, что я родилась 10 августа. А это новое, которое я получила в 2017 году, и тут указано, что родилась я 10 октября 1984-го. К сожалению, обе даты ненастоящие, и я точно не знаю, когда родилась. Меня зовут Тамуна, я журналистка, и я была первая, кто заговорил о скандале с продажей детей в Грузии. В 2016 году скоропостижно скончалась моя мама. Ей было всего 64. Месяц спустя я решила навести порядок в ее документах и нашла свое свидетельство о рождении, где было написано мое имя, фамилия, имена и фамилии моих родителей, но указанная дата моего рождения отличалась от той, которую я знала. Тамуна поехала в архив за документом, который каждая женщина в Грузии получает после родов. Но его не существовало. Ее мать вообще ее не рожала, а это значило, что ее, скорее всего, удочерили. Ее семья отказалась говорить об этом, и тогда Тамуна принялась искать ответы. «Думаю, мне было предначертано выполнить эту миссию, или, возможно, я была рождена для нее». Она решила узнать, есть ли другие люди в такой же ситуации. Они с подругой создали группу на Фейсбуке под названием «Ищу тебя». На нас просто посыпались сообщения. Их были сотни. Матери искали детей, а дети – матерей. Одна женщина просто написала «О, Боже мой». Мне было 17 лет, когда мама рассказала мне, что меня украли в детстве. Меня зовут НАТО. Я родилась в Грузии, но живу во Франции. Всю свою жизнь я чувствовала себя не на своем месте. Я знала, что в моей жизни что-то не так. В то время мама уже тяжело болела. У нее был рак. Она очень страдала. А я не знала, сколько времени у меня на самом деле осталось, чтобы расспросить ее обо всем. Я пошла на кухню, где она как раз мыла посуду, и задала ей прямой вопрос. «Я – твоя родная дочь?» Она обернулась и ответила «нет». И тут я поняла, что вся моя жизнь была полнейшей ложью. Мне было очень больно осознавать, что я не ее биологическая дочь. Но то, что я узнала позже, ранило меня еще больше. В то время моя приемная мать работала в роддоме номер два в Грузии, в Тбилиси. Она рассказывала, что торговля детьми носила системный характер. В ней было задействовано очень много людей. Детей массово продавали приемным родителям. Их родители ни о чем не подозревали. Она говорила мне, что подобные вещи происходили не только в роддоме номер два. Ужасно то, что во множестве других больниц и родильных отделений по всей стране творилось то же самое. Она также вспоминала, что бывали случаи, когда родители были в ярости, принимались скандалить и требовали показать труп своего ребенка. Для таких случаев в больницах хранили замороженные тела мертвых младенцев. Вот их они и выдавали. Или просто показывали, чтобы успокоить убитых горем людей. Привет. Нато, как дела? Хорошо. Хорошо. Если бы я не нашла группу Тамуны, я бы не решилась рассказать кому-либо свою историю. Так и думала бы, что я единственная, с кем это случилось, и не верила, что страшные рассказы мамы – это правда. Она подозревает, что ее мать была замешана и в других случаях торговли детьми и сотрудничала с коррумпированными врачами и преступниками. Мать НАТО говорила, что замешаны были не все врачи, но большинство. Я не знаю, как они это делали, как налаживали контакт. Приходили ли они в больницу, или у них были другие средства связи. Я не знаю, но я точно уверена, что все это покрывалось на высшем уровне. Мама рассказала мне, что в этом были замешаны правительственные чиновники и даже некоторые политики. То есть вся эта схема распространялась вплоть до правительства, до высших уровней власти. Так она мне и сказала. Она даже назвала несколько имен, но я предпочитаю не говорить об этом. Меня зовут Лия Мухашаврия. Я адвокат по правам человека. Я также занимаюсь вопросами усыновления, даю людям необходимые рекомендации и консультации. В период с 1970-х до середины 2000-х годов, пока не был принят соответствующий закон об усыновлении, в Грузии была широко распространена торговля детьми на черном рынке. Лия считает, что эта практика процветала из-за стигмы вокруг усыновления, которая изогнала его в подполье, а также покорности властям при коммунизме. Позднее, когда Грузия получила независимость от Советского Союза, наступил период турбулентности, позволивший преступникам нажиться на более организованной системе незаконного усыновления. Процедура усыновления не регулировалась государственными институтами должным образом. Как следствие, люди пытались решить этот вопрос своими силами. Во-первых, бывали случаи, когда биологическая мать фактически добровольно отказывалась от ребенка, либо за деньги, либо по какой-то другой причине. Вторая, более многочисленная, на мой взгляд, категория трагических случаев, когда врачи просто обманывали мать прямо в роддоме, говоря, что ее ребенок умер, и они уже похоронили его на больничном кладбище. Сейчас уже известно, что никаких больничных кладбищ никогда не существовало, а матерям лгали. Считается, что были украдены десятки тысяч младенцев, но точных данных нет, и истинное их число неизвестно. Одно я могу сказать с уверенностью. Незаконное усыновление носило системный характер, и эта система действовала по всей стране. Именно поэтому это так трагично. Даже сегодня никто точно не знает, были ли связаны между собой эти преступные группировки, и какого уровня власти достигала коррупция. Тому она считает, что самого высшего. Начиная с 2003 года, власти Грузии провели два расследования международной торговли детьми. Некоторые люди получили реальные сроки, но это была лишь верхушка айсберга. Есть свидетельства о том, что некоторые из обвиненных в причастности к этой схеме до сих пор работают в больницах. В сентябре 2022 года, когда группа Тамуны в Фейсбуке уже была популярна, правительство Грузии начало новое официальное расследование торговли детьми. Под руководством Министерства внутренних дел группа приступила к расследованию в отношении сотрудников больниц и сбору доказательств. У Эми и Ано есть серьезные вопросы к своим семьям. Мы поговорили с нашими родными и узнали, что нас обеих незаконно купили в детстве. Я изо всех сил старалась, чтобы по моему лицу не было видно, что я убита горем. Мне позвонила мама, а я не знала, что ей сказать. Я впервые услышала, как она плачет. Я сказала, я сейчас сама заплачу, я не хочу говорить. Она ответила, прости меня, а я говорю, за что? Я не знала, что у тебя есть сестра. Вся моя жизнь ложь. Вот что я подумала. Конечно, я разозлилась. Я злилась на людей, которые нас разлучили, а еще на свою семью. Близняшки опубликовали свою историю в группе. Через несколько дней они получили сообщение от женщины по имени Анна. Она сказала, у меня тоже были сестры-близняшки, и я ищу их. Матери Анны сказали, что ее девочки умерли в 2002 году, но теперь она засомневалась. И тогда мы решили пройти ДНК-тест. Оказалось, что женщина, живущая в Германии, была нашей биологической матерью. Как видите, за два месяца в нашей группе уже почти 36 тысяч постов и комментариев. А если взглянуть на просмотры, их более 5 миллионов. Сейчас в группе «Ищу тебя» более 230 тысяч участников. «Каждый день я получаю сообщения с новыми историями со всей Грузии и из-за рубежа». Расследование Тамуны показало, что торговля детьми осуществлялась по всей Грузии. Всплыло множество обвинений по меньшей мере и против 20 больниц, часто в сельских районах. Тамуна едет на встречу с семьей из Кварелли, небольшого городка на востоке страны. Она хочет услышать историю Ирины, случившуюся с ней более 40 лет назад. Только во время родов я узнала, что у меня двойня. Когда я родила, врач спросил меня, у вас есть средства, чтобы вырастить этих детей? Вы точно знаете, что первые три дня они были живы? Да, я видела их. Через несколько дней после родов Ирине сообщили, что близнецы умерли. Врачи попросили принести что-то, в чем их можно похоронить. Я сказала мужу, что наши дети умерли, и чтобы он принес простыни и чемодан, или что-то похожее. Не имея возможности похоронить их на кладбище, семья закопала чемодан в своем саду. Он пробыл там более 40 лет. Я увидела вашу страницу, ищу тебя. Группу? Да. Я прочитала несколько постов, и мне стало так больно. Я позвонила своей сестре Нане и спросила, а наши братья правда умерли? На следующий день я приехала к маме. Ее одолевали сомнения, и она решила откопать чемодан. 44 года этот чемодан пролежал в земле. Когда мы его открыли, то не знали плакать или смеяться. Мы позвонили в полицию к Варелле, сказали им, что раскопали могилу, и что она пуста. Никаких костей в могиле не было. Это то самое место? Да, здесь был закопан чемодан. Как вы думаете, что это может быть? Не знаю, но это точно не кости. Конечно, это ветки. Да, определенно ветки. В полиции нам сказали, что это виноградная лоза. Они ведь попросили принести ткань, чтобы завернуть тела. Значит, там должны были оставаться ее куски или что-то в этом роде. Чемодан сам по себе был тяжелый. Если взять его в руки, можно подумать, что внутри действительно двое младенцев. Наверное, они что-то положили внутрь, чтобы он казался полным. Не понимаю, как они могли пойти на такой риск. Мы были в шоке. Смеялись и плакали одновременно, просто в ступоре. Но потом подумали, почему мы плачем. Нужно радоваться, ведь внутри пусто, а значит, они могут быть живы. Прошло больше года с тех пор, как началось расследование, но, кажется, оно застопорилось. С нарастающим разочарованием Томона собрала женщин из группы, чтобы вместе с Лией обсудить дальнейшие действия. Я благодарю вас всех за то, что предоставили очень важную информацию, а также дали свое согласие на подачу гражданских исков в суд от вашего имени. Я уверена, что вместе мы добьемся успеха. Сила в единстве. Тем временем близняшки обдумывают, стоит ли встречаться со своей биологической матерью в Германии. Неважно, что эта женщина нам скажет. Знаешь, что главное? Что мы с тобой нашли друг друга спустя 19 лет. Я очень рада, что она со мной. Я не одна еду в Германию. Это самый важный момент в моей жизни. Я хочу получить ответы на свои вопросы. Приемные дети чувствуют себя так, будто во всем виноваты они. И только они. Это не так, конечно. Но мы так себя чувствовали. Мы всю жизнь думали, что это наша вина. Я так не... И ты сама не знаешь, почему. Я хочу задать несколько сложных вопросов, на которые у нее, наверное, не будет ответов. Я хочу получить ответы. Прошлое не изменить, но будущее возможно. Ну, что я могу сказать? Мой многолетний страх сейчас достиг апогея. Как же объяснить? Она боится. Входи. Давай. Боже. Боже. Я до сих пор не могу поверить. Во время разговора мать Эми и Ано сказала, что после родов она была без сознания. А когда очнулась, ей сказали, что близнецы умерли. Я почувствовала то, чего никогда не испытывала. Я не знаю, как это описать, но меня трясет. Я хочу утешить ее, ведь знаю, что она чувствует. Я ничего не почувствовала к этой женщине. Не знаю, почему, но когда она обняла меня, я ощущала скорее злость, а не что-то другое. Моя жизнь обрела новый смысл. Найти своих детей – это огромное счастье. И теперь мне есть ради чего жить и надеяться. Я больше ничего не боюсь. Это огромное счастье. Это огромное счастье. Субтитры создавал DimaTorzok А еще, возможно, удача улыбнулась Ирине и Нино. Они нашли в своем районе человека, который, по их мнению, может быть одним из близнецов. Сейчас они ждут результатов ДНК-теста. НАТО часто думает о своей семье. Я все еще надеюсь докопаться до истины. Но это очень сложно. Просто взять и вот так появиться в чьей-то жизни. Судебная тяжба группы Лии набирает обороты. Они планируют начать судебное разбирательство в этом году. Тем временем Томуна продолжает поиски своей биологической семьи. Вскоре она должна встретиться с президентом Грузии как представительница всех пострадавших. Самое печальное в моей истории то, что благодаря мне воссоединились сотни семей. Но сама я не могу найти своих биологических родителей. Но я это сделаю. Уверена, у меня получится. Субтитры создавал DimaTorzok